Николай Николаевич, мы ждем вашего выступления. Николай Николаевич у нас является специалистом по социальной работе. Я думаю, всем, кто работает в палеотильной помощи, предельно ясно, что без социальной поддержки семей палеотильная помощь просто невозможна. Это громадный пласт работы, и Николай Николаевич сейчас нам поведает о том, что он делает в нашем хосписе и какие перспективы он видит развития на свои службы. Добро пожаловать. Всем здравствуйте, меня зовут Николай. Я занимаюсь социальной работой в Первом московском детском хосписе. Я немножко сейчас расскажу вообще, что я делаю и как я это вижу. Без цифр каких-то просто большинства эмоциональных выступлений. Вот первый мой слайд. И здесь я написал, что вообще, по моему мнению, должен делать специалист по социальной работе. Первый пункт я сразу выделил – уметь ставить себе цели и задачи. Почему я считаю, что это так важно? Потому что вообще в любой работе, я считаю, важно понимать, для чего ты это делаешь, что ты хочешь отработать в будущем, что ты хочешь отработать сейчас, какие у тебя есть вообще смыслы, цели, и важно, какие у тебя есть зоны ответственности. Я занимаюсь социальной работой и, например, не должен вмешиваться, например, я считаю, в работу медика или психолога, чтобы мы друг другу не мешали. И когда эта вся картинка вырисовывается в твоем сознании, где твоя зона ответственности, что ты можешь делать, что ты умеешь, с родителями, с коллегами, с другими организациями, тогда очень просто и понятно, как ты будешь строить свою работу. Я здесь работаю в первом осуществлении в детском хосписе полтора года. До этого здесь вообще не было социальной работы как таковой, социальной службы, скажем правильной. Поэтому это было очень интересно. И ты сам придумаешь всю эту работу и понимаешь, будет она вообще работать или нет. Второй мой слайд, второй пункт на слайде – быть разносторонним. Что я здесь хочу сказать? Ну, когда я вообще думаю, кто такой специалист по социальной работе, и именно в первом осуществлении в детском хосписе, я даже сам для себя не могу дать такой ответ, потому что я себя вижу, не вижу, а точнее я и модератор чата, у нас есть родительский чат. Я и курьер, когда нужно что-то отвезти родителям, либо забрать какую-то организацию. Ты выступаешь и психологом, иногда и перед родителями, и каким-то переговорщиком с различными медицинскими и другими социальными организациями. Ты иногда и юрист, иногда как и психолог, и офисный сотрудник. То есть очень много каких-то функций у специалистов по социальной работе. Ну, по крайней мере, в первом московском детском хосписе. Ну, это очень здорово и помогает, на самом деле, в работе, потому что каждая часть работы по-своему важна и интересна. Третий пункт моего первого слайда – это помнить о времени. Я бы здесь выделил три части. Первое – это вообще время в любой работе важно, но мы работаем в хосписе, и еще и в детском. Поэтому время очень важно для нас, потому что иногда у семьи его больше может и не быть. Вторая часть. Здесь я бы сказал, что я экономлю очень часто время родителям. Это может быть подсказ, консультация, либо когда я еду, решаю какие-то их вопросы, задачи, и экономлю время родителей, они могут заниматься своей работой, побыть с ребенком, сделать все, что угодно. И третья часть по поводу времени. Я бы хотел сказать, что вообще для себя ты очень должен помнить часто о времени, чтобы все твои дела, задачи текущие не свалились, скажем так, в один ком, и тебе не пришлось их разгребать одновременно. Поэтому я сам должен помнить о времени, которое есть у меня. Спасибо. Четвертый пункт – это инструменты. В работе ты всегда должен использовать много инструментов. Что я имею в виду здесь? Ты всегда общаешься с большим количеством людей, и ты не можешь быть для всех одинаковым. Ты приходишь, например, в суд, либо в бюро медико-социальной экспертизы, и всегда один судья может быть таким, второй судья может быть таким. Один родитель совершенно отличается от другого, даже их коллеги. Соответственно, у тебя должно быть много инструментов. Здесь я вот как бы на слайде это видно. Это какие-то открывашки, ножики, ножнички. То есть ты должен быть разным и уметь открывать какие-то ситуации. И я считаю, в принципе, инструменты, они универсальны. Это всегда должно быть уважение к собеседнику. Даже если ты чего-то добиваешься, споришь, пытаешься доказать заедущему поликлинику, либо руководителю МСЭ, чтобы все сейчас, когда ты к нему пришел, по этому же ребенку, по-другому, вы могли услышать друг друга. Это, я считаю, очень важно слышать мнение другого собеседника, даже если ты с ним не согласен. Неважно, родитель это коллега, либо судья, когда ты оформляешь медиеспособность ребенку. И какая-то открытость к диалогу всегда тоже должна присутствовать. Поэтому, повторюсь, мы не можем быть одинаковыми для всех, но в то же время ты иногда должен быть, я считаю, и жестким. Ты не можешь все время быть добрым, пушистым и удобным для всех, например, когда та же поликлиника заставляет делать что-то маму, что неправильно с точки зрения закона, и отказывает им, например, во вписании колясок тех же, которые обязательно для ребенка и необходимы. В таком случае ты не можешь просто взять и сказать, ну да, знаете, наверное, мы пойдем с вами согласимся, и ребенок будет без специализированных колясок, которые ему просто необходимы. Поэтому иногда специалист по социальной работе должен быть и жестким, и злым. И пятый пункт этого первого слайда – это показать результат своей работы. Это обыкновенные таблички Excel, ежемесячная, отчетность, все вот такие скучные, но обязательные и важные части нашей работы, которые тоже занимают много времени, но они необходимы. Второй мой слайд – это направление работы. Здесь я немножко остановлюсь. То есть консультирование. Ну, сразу скажу, что в основном я работаю с семьями, которые у нас на выездной службе, это семьи, которые живут дома с родителями. Также я работаю с теми детьми, кто сейчас у нас находится в стационаре, но это гораздо меньшая часть запросов и моих дел. И также есть часть работы детки, которые находятся в ЦЕССВ, это в центрах содействия семейного воспитания без родителей, либо родительские. Это тоже небольшая часть моей работы. Вот три основных направления. Но, повторюсь, основная – это выездная служба. Консультирование – это, может быть, все, что угодно. Это льготы, оформление и переоформление каких-то документов и про, например, инвалидности, списание технических средств реабилитации. То есть я рассказываю родителям, куда нужно идти, как это оформлять, какие документы нужны, где нужно отказать, например, если мы хотим, чтобы комиссия приехала к нам домой, потому что большинство наших деток. Им сложно приезжать, да? И мы добиваемся, чтобы, например, та же комиссия, если можно списать какую-то коляску, приехала домой. А не мы, брали коляску, ребенка, тащили сюда, потом ехали бы обратно. То же самое по, например, оформлению инвалидности. Вот, рассказываю родителям, как подать на компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, какие нужны документы, как оформить в ЦСВ, если есть такая необходимость. Второй пункт направления моей работы я выделил – координация. Это, я бы сказал, вообще все просьбы родителей, которые ко мне приходят, потому что кто-то может забыть телефон доктора, кому-то нужны памперсы, влажные салфетки, пеленки, кому-то нужен психолог, либо какие-то запросы просто к хоспису, да? То есть все это как бы я принимаю и уже либо решаю сам, если я компетентен, смотрю, как это сделать, либо я адресовываю своим коллегам и мы совместно решаем эти вопросы. Дни рождения – это такая приятная часть нашей работы, когда мы с родителями при помощи фонда помогаем с подарками, то есть мы с родителями выбираем подарок, согласовываем его, и потом чаще медсестры либо врачи на своих визитах, иногда я, мы привозим, и я считаю, это очень такое классное направление, которое не так давно у нас появилось, очень приятное. Взаимодействие с организациями. Здесь это могут быть какие-то звонки либо поездка в организацию, да? Опять же, иногда в пенсионный фонд проще приехать, чем дозвониться до них, вот, либо в тот же суд. То есть для получения информации какой-то, да? Понятие готовность документов, на какой стадии, либо если мама не может дозвониться, ты пытаешься это сделать, либо приехать. Оформление за родителей. Здесь, в принципе, схожие такие направления работы, только я уже еду и что-то делаю за родителей сам. Не просто звоню, узнаю информацию, приезжаю, а еду. Либо это нотариальная доверенность, либо это рукописная доверенность, либо просто, меня уже знают, либо по договоренности с родителями, либо с организациями, я приезжаю и решаю какие-то вопросы. Опять же, это может быть оформление инвалидности, либо ИПРА, продление каких-то льгот, да, в пенсионном фонде, либо пенсии, лишение недееспособности в суде, но там только нотариальная доверенность, списание технических средств, часто возникает вопрос у родителей, какие-то вопросы с поликлиникой, да, подача документов в Морозовскую больницу, часто я отвожу документы семей, вот, консультирую предварительно перед этим. И последний пункт, я здесь выделил сбор данных и опросов для первомосковского детского хосписа, то есть это какие-то опросники, анкетирование по разным темам, ну, очень удобно сделать, например, через Google форум, мы это все принимаем и потом анализируем данные руководителей, врачей, собственно, сотрудники хосписа, да, на основе полученных, полученных информаций от родителей, что мы с этим можем делать в своей дальнейшей работе. Вот, здесь такой вот слайд, я его назвал первый визит, и считаю очень важный первый визит всегда. Сейчас попробую объяснить, когда я только сюда устроился на работу, первые месяцы многие, ну, не многие, некоторые родители заносили меня в черный список, не отвечали на мои звонки, потому что первые месяцы моей работы мы здесь собирали очень много документации по родителям, все было, ну, либо утеряно, либо этого не было. И когда, представьте себе ситуацию, звонит вам какой-то человек и говорит, здравствуйте, вы не могли бы мне предоставить данные, там, свидетельство о рождении, паспорт, я работаю в Первом московском медицинском хосписе, многих родителей это вызывало определенное неприятие. Вот, поэтому я считаю, что первый визит очень важен, ты чисто визуально знакомишься с человеком, можешь расположить его к себе, и он просто понимает, что ты существуешь. Теперь, по сути, на первом визите мы всегда с семьей знакомимся, если это новая семья совсем, да, мы берем на учет, определяем потребности ребенка, то есть у меня есть ряд вопросов, которые я всегда задаю, то есть ты оцениваешь вообще в целом ситуацию в семье и, в частности, по своим вопросам, да, есть ли у него коляски специализированные, комнатные прогулочные, если есть, то там сколько лет, когда они выходят из строя, скажем так, да, есть ли у него и про, хорошая ли она, ну и в целом очень много вопросов ты задаешь, анализируешь, это все собираешь, сохраняешь у себя, и в дальнейшем, либо ты работаешь дальше с этим, да, если у семьи особо нет запросов, они просто знают, что в первом московском детском фосписе есть такой специалист, вот, по каким вопросам ко мне можно обратиться, и мы работаем с этим дальше. Еще я бы хотел, наверное, выделить то, что мы работаем всегда с детьми, с родителями, и все равно ключевое решение, и главное, за родителем. Мы не можем что-то решать за родителей, за их детей, например, если я вижу, что в подъезде нет пандуса, но мама не хочет, либо папа. Я могу только показать какие-то варианты, да, чтобы они могли, например, выйти на улицу и часто гулять. Если мама не хочет этого, либо папа, ты не можешь, я считаю, не имеешь права заставлять что-то делать в семье против своей воли. То же самое, ну, есть ряд вопросов, вот, поэтому я считаю, что это важный нюанс в нашей работе. Все равно ключевое слово останется последнее, за родителем, а ты должен показать им только варианты, да, либо нет. Здесь такой смешной слайд, очень важный чат. У нас есть два чата, которые я создал. Первый чат – это, куда только я отправляю какие-то важные обновления в законодательстве, либо просто что-то из законодательства, либо какую-то важную информацию от госписа, да, и все родители могут это читать. Второй чат у нас общий, там не все родители, а только те, кто хочет этого. В основном, конечно, это мамы, у нас, грубо говоря, нам, не знаю, два папы и сто с лишним мам. То есть представьте, вот такой вот у нас есть чат. Я считаю, это очень хороший инструмент в работе, потому что они все могут друг с другом общаться. Там у нас есть, конечно же, определенные правила, регламент, то есть мы там не пишем сообщения в два ночи. У нас есть определенные темы, да, мы там что-то не продаем друг другу, не предлагаем какие-то платные услуги, не, ну, чтобы это было в рамках, и он был полезен. Я считаю, это очень важный инструмент, потому что для меня этот чат, он и социальный, и специалист по социальной работе, он и психолог, он и координатор, потому что все родители между собой совершенно общаются, и он очень важен в том, что я помню первые месяцы своей работы, когда я приезжал, и мамы, ну, в основном это были мамы одинокие, у кого не было ни общения по этим темам, они были сами по себе, четыре стены и ребенок, здесь они все могут общаться, получать советы, важную информацию от других мам, что-то, давать какую-то от себя обратную связь. Это хороший инструмент, и в принципе все родители им довольны. Вот, повторюсь здесь по желанию, да, ты каждого спрашиваешь, хотели бы вы в нем участвовать, те, кто, ну, устал, либо они просто выходят из него, но в целом у нас здесь больше ста родителей в нем, и мне нравится то, что, например, мамы могут отдавать здесь хорошие коляски друг другу, да, если мы, коляски, как мы знаем, стоят больше и ста тысяч, и двести тысяч, и мамы уже у нас были случаи, когда отдавали друг другу просто безвозмездно очень хорошее техническое средство реабилитации, поэтому я считаю, это очень хороший инструмент. Ну, а те мамы, кто хочет общаться просто, мы договорились и создали третий чат, где они могут говорить о политике, плохой погоде, о погоде, плохих врачах, о чем угодно, чтобы не засорять наш основной рабочий чат, они сделали третий чат, и между собой там общаются, там нет, и слава богу. Мои лучшие друзья, здесь я выделил коллег, с которыми я взаимодействую, вот, почему именно эти люди, да, потому что я считаю, что командная работа это основное вообще, вообще в работе, каким бы ты ни был классным юристом, врачом, специалистом по социальной работе, даже если ты супергерой, ты ничего не можешь делать один. Вот здесь я выделил специалистов, с которыми я в основном общаюсь и работаю, это в первую очередь руководитель филиала, да, это руководитель выездной службы, это врачи выездной службы и стационара, медсестры выездной службы, координатор фонда, психолог, сотрудники стационара и медицинский регистратор. То есть, в принципе, это все люди, с которыми я в той или иной мере общаюсь и направляю свои запросы этим людям, либо получаю обратную связь от них. Еще я бы, знаете, что хотел сказать? Я считаю, что очень важно, если ты понимаешь, что нет специалистов, как это объяснить, кто важнее, в данной организации, потому что каждый человек из нас, он уникален, но на своем месте. Медицинские регистраторы лучше всего сделают работу на своем месте. Врач на своем месте, медсестра на своем месте. Поэтому у нас, мне кажется, в хосписе сложилась вот такая команда, где мы это понимаем и это очень хорошо. И хотел бы выделить, что не менее важны просто сотрудники. Вот, например, я захожу в стационар, поздоровался с охранником, пришел, где рядом со мной находится делопроизводитель, улыбнулся, поговорил, и эти сотрудники, они не меньше мере оказывают влияние на мое настроение, а значит, на мою работу. Это такая вот маленькое дополнение. Этот слайд, я назвал, чего хочу от работы. в первую очередь я хочу научить родителей, то есть, чтобы они в будущем знали вообще, куда идти, куда звонить, как можно сделать и что можно сделать, а как нельзя делать, какие документы нужно подать, куда звонить, что и как говорить. Я считаю, это важная часть моей работы и чего я хочу от работы. Вторая, она, в принципе, похожа. Активизировать родителей, ну, она не для всех, конечно, для некоторых, чтобы родители не боялись, хоть я и сам работаю в госучреждении, но я всегда настраиваю писать жалобы, если это обоснованно, да, добиваться своих прав, начать вести просто, даже многие родители не знают, с чего начать, диалог там с поликлиникой, с какой-то организацией, с каким-то учреждением, вот даже, можно сказать, просто выйти иногда на улицу, это уже активизация родителей, чтобы они не сидели все время дома, потому что вот, ну, вот так вот, у них сложилась жизнь. Третий пункт, это дать родителям информацию, ну, тоже перекликается, то есть, информировать вообще по всем вопросам, которые ко мне поступают, да, либо ты сам находишь что-то важное, например, какие-то курсы, там, не знаю, эрготерапии, где-то есть бесплатные юристы, где-то изменились правила приема документов на медико-социальные экспертизы, ты можешь сделать все, что угодно, ты это даешь родителям, опять же, они получают знания, экономию свое время, силы. Вот, объединить родителей между собой, про это я уже говорил, да, я считаю, что у нас есть чат, и теперь у родителей, ну, мое стойкое убеждение, у них есть понимание, что они как-то принадлежат какой-то организации, да, что первый московский детский хоспис, вот они, у них есть какая-то общность, вот, и они не чувствуют себя больше одинокими, я считаю, это здорово. Завоевая доверие к хоспису, ну, здесь я считаю, что все равно у нас не хватает многих специалистов, у нас не хватает многих возможностей, ну, по ряду причин, да, вот, и, которые были бы нужны родителям, и доверие к хоспису, здесь, в моем понимании, чтобы все равно родителям было комфортно в тех условиях, в которых мы работаем, вот, было комфортно, исходя из наших возможностей. Быть другом, но помнить, что ты на работе, это мой последний пункт в этом слайде. Здесь такое важное, потому что могу судить по своему опыту уже даже и в первом московском детском хосписе, когда родители хотят с тобой подружиться, они тебя могут звать на чай, там, после работы, еще что-то, и очень важно разделять, то есть, грань между сотрудником и родителем, то есть, ты для них не должен быть другом другом, ты, есть доброжелательные партнерские отношения, этого вполне достаточно, потому что, если ты для них становишься другом, стирается профессиональная грань, и ты не можешь уже, например, как-то относиться к этому родителю с трезвой оценкой, да, ты будешь всегда ставить его выше, например, другого родителя, хотя этого не должно быть, поэтому я считаю, что быть другом, но помнить, что ты на работе очень важная часть. И последний мой слайд, значимость социальной работы в хосписе, я считаю, что хоспис это не только медицинское сопровождение и услуги, потому что иначе мы бы ничем не отличались от поликлиники, да, и мне бы хотелось, чтобы в хосписе появились и были няни, было бы больше волонтеров, были бы юристы, потому что только медики и только медсестры, либо только специалисты по социальной работе, это мало, потому что хоспис это очень широкое понятие и у семей должны быть все эти услуги и специалисты, было бы здорово, чтобы в дальнейшем у нас это все было, вот, и хоспис может и должен быть многофункциональным учреждением. В целом, вообще, меня радует, что сейчас значимость вообще работы специалистов по социальной работе, она есть, и я вижу, что во многих организациях такие специалисты появляются, и это меня очень радует. Спасибо за внимание. Николай Николаевич, благодарю, нижний шпакон, за те слова, которые вы сказали, молодцы, абсолютно двумя руками за ту работу, которую вы проделаете, за то, что хоспис должен быть учреждением, где родители, где семьи получают абсолютно всю необходимую помощь, а не только медицинскую. Для этого потихоньку, потихоньку, но у нас формируется команда. Нужно время. мы как учреждение хосписное существуем всего лишь год с небольшим. Перспективы, я думаю, что у нас развитие существует, и мы движемся в этом направлении. без фонда вера было бы сложно. на Субтитры подогнал «Симон»